женщина теперь вам надо очень сильно глубоко дышать вы хорошие все мы это приняли все мы это приняли что вы хорошие теперь вам надо очень сильно глубоко дышать сейчас потому что вам придется тоже кое-что принять не мужчинам пофигу хорошие это не надо женщины хорошие а мужчина всегда прав ну вы дышите дышите глубже да потому что мои хорошие потому что отношения между мужчиной и женщиной имеют женскую природу отношения это не мужская природа и отношения строить вам если вы не справитесь с вашими отношениями то вы останетесь одна и останетесь надолго а мужчина если не справиться с отношениями он один не останется он найдет себе другую хорошую понимать поэтому женщина должна знать как устроена психика мужчины мужчина не может быть не прав если она считает что он не прав значит она разрушает отношения потому что он никогда не будет любить женщину которая считает что он не прав он никогда не будет любить такую жизнь это невозможно для того чтобы любовь двигалась между мужчиной женщина женщина должна быть хорошей а мужчина должен быть прав а женщина говорит что он не прав то тогда начинается конфликт о чем мы и говорим у нас как раз эта тема сегодня как тогда кто-то первый должен быть мудрее в умные достались в умным а я досталась тебе но кто-то должен быть мудрее вот как вы думаете кто должен быть мудрее кто должен быть мудрее в вашей семье потому что вы обладаете знанием поэтому вы говорите ты прав видите всегда решение вопроса это шаг в пропасть я вам просто этот шаг в слово шаг в пропасть запомните потому что аж именно шаг в пропасть дает возможность вырулить то неожиданная вещь как это технически происходит я вам сейчас расскажу у мужчина есть два состояния психически одна зона щедрости другая зона скупости одна зона войны зона скупости или войны это одно и то же а другая зона мира потом он не может просто промежутка жить он всегда чего-то достигает понимаете и поэтому ему нужно и вам надо женщина чтобы с мужчиной жить гармонии нужно всегда возить его в зону щедрости и в зону мира и для этого надо быть очень мудрой и поэтому надо сказать ты прав он входит зону щедрости и что он вам говорит и моя хорошая правильно все налаживается отношение женщине надо быть правой правильно женщина должна хочет быть правой или нет она хочет быть хорошей а мужчина хочет быть правым но так поделитесь друг с другом будьте мудрее да ну если женщина дура надо извиняться вообще мужчина извиняется потому что он мудрый вот он подходит и извиняется я всегда извиняюсь перед своей женой потому что я считаю хорошей всегда холода всегда хорошая подхожу прости меня она говорит не прощу я говорю почему она говорит потому что ты на лекциях говоришь что когда ты подходишь извиняться ты не считаешь себя виноватым делаешь это просто чтобы приятное сделать я сейчас я считаю себя виноватым вру она говорит ну ладно тогда обращаю и начинает не рассказывать почему она расстроилась и я после этого начинаю понимать чем я не прав только после того чтобы когда закончился конфликт можно понять что произошло запомнили это следующее правило чтобы закончился конфликт надо что сделать кто-то должен сделать шаг пропасть или мужчина говорит что ты хорошая и женщина говорит что ты прав и то и другое очень трудно сделать потому что мужчина когда женщина капризничает не считает ее хорошей но должен подойти сказать ты хорошая женщине чтобы мужчина считать правым что ей нужно жизни и нужно его его любить вот допустим как женщина психика работает она допустим влюбилась чтобы он не сказал она всегда соглашается или допустим она говорит тебе летчики нравятся она говорит да да она вообще никогда об этом не думала но она уверена что и летчики нравится потому что он летчик потому что она его любит поэтому женщина когда она видит что она любит кого-то она всегда подстраивается под его мышление это естественно для нее мужчина если любит женщину она для него всегда хорошая даже если капризничает вот чтобы она не сделала всегда хорошая ты моя хорошая потому что любит а женщина когда любит всегда он прав значит я его люблю он и прав но любовь же она утеряется теряет силу со временем и люди должны через знания действовать уже они должны понять что конфликт означает я чего-то не доезжаю чего-то недопонимаю так же как у мужчины есть зона щедрости и зона скупости так же у женщины есть зона любви зона не любви и вот здесь очень важно понять что некоторые мужчины думают что если она любит значит она всегда любит а если она не любит значит она всегда не любит Но вот у женщины это не так работает. Женщина живет или в зоне любви, или в зоне нелюбви. Вот, допустим, мужчина сделал что-то не так, она думает о чем? Она что думает? Я его не люблю. Она уверена, на 200%. Потом он сделал что-то так, она о чем думает дальше? Я его люблю. Это абсолютно искренне происходит. Мужчины, может так это вот меняться туда-сюда или нет? Нет. Он если любит, то любит, если не любит, то пошла нафиг. Так ведь? А у женщины вот это, она говорит, да я с тобой жить никогда не хотела, это моя ошибка, я тебя никогда не любила. Мужчина, у него фундаментальное представление о жизни. Да, женщина такое говорит. Он на следующий думает, надо собирать чемодан и валить. Теперь давайте изучать дальше. Вот женщина, допустим, женщина сейчас, вы мне поможете или нет? Вот женщина, поднимите руку, вот кто из вас, вот когда мужчина вас обижает, вам хочется сделать ему так больно, чтобы он расстроился. И вы для этого говорите какие-то стрела, которые могут, просто из-за того, чтобы было больно. Ну, допустим, вы можете сказать, я тебя никогда не любила. Наврать, поднимите руку, кто так может? Ву, ухожу. Вещи собираю, ухожу. Вещи собираю, ухожу, я тебя никогда не любила. Ну, там дальше, что еще? Я развожусь. Я развожусь. Ты слабак там, да? Еще что-нибудь? Нет? Вот так нельзя, да, говорят. Ну, то есть, вот мужчины думают, что если она так сказала, значит так и есть. А женщины для чего говорят? Чтобы отомстить, чтобы ему было больно. Потому что женщина же слабая, она не может физически сделать больно. У нее психика настроена на то, чтобы психически делать больно. Она таким образом писает ботинки. Я почему эту фразу привожу? Потому что я в судечестве проводил психологические опыты. Со всеми, в том числе с кошками. У меня, у мамы жила кошка дома. И я разок начал брызгаться в нее шприцом. Ей очень не нравилось. Она фыркала, но меня уважала как сына своей хозяйки. Она делала вид, что она не замечает. Но когда я ее достал, я в один прекрасный день обнаружил, что у меня из ботинка пахнет мочой кошачьей. И куда я ботинки не прятал, все равно один и тот же результат. В результате я перестал брызгать кошку. Она перестала писать ботинки. А потом я узнал, что это вообще жизненный феномен писать ботинки. Это не только у кошек. Так же у женщин даже бывает. Потому что они напрямую не могут ничего сделать. И они вот так вот действуют. И это нормально. То есть они говорят какие-то слова странные, которые на самом деле не соответствуют действительности. Просто они это из мести делают. Потому что у них нет другого способа как-то добавлять на ситуацию. Теперь мы изучаем отношения. Так конфликт означает, что я чего-то недопонимаю просто и все. Вот допустим, муж не хочет давать деньги. Серьезная проблема? Почему он не хочет давать деньги? Жадный, скупой, скотина. Ненавижу. Почему? Причина какая? Меня не любит. Почему он не хочет давать деньги? Не знаете? Канонный. Вот женщина, видите, хорошо, что вы изучаете эту тему. Вы анализируете. Но я вам сейчас просто скажу формулу. Вы когда ее поймете, все нормально будет. Мужчина, когда находится в зоне скупости, он вообще ничего женщине не хочет делать. А у него есть зона щедрости, что тебе и подарить, человек мой дорогой. Вот. И зона скупости у него есть. Если женщина считает, что муж прав, он заходит в зону щедрости. Если она считает, что он все время неправ, он находится в зоне скупости. В зоне скупости он ради такой женщины ничего делать не будет. Мужчина вообще ради женщины хочет отдать свою жизнь. Из него природа отдавать жизнь ради любимого человека. Природа мужчины вообще. Женщина ради мужа мужчины будет жизнь отдавать? Нет. Мужчина будет? Он пашет на работе, отдает вам свою жизнь. Он может, он на войну идет, сражается, отдает жизнь. Мужчина отдает жизнь ради женщины. Деньги отдает ради женщины? Легко, вот так, раз и забыл. Мужские деньги. Что-то он какой-то импотент какой-то все время. Пускается вниз. Не хватает энергии. У мужчины сила, это энергия воздуха, а у женщины стройность. Женщина стройная, это энергия воздуха, значит она сильная, стройная, значит сильная. А мужчина это мышца, это значит у нее много энергии воздуха, у мужчины мышцы идет, а у женщины стройность. А у микрофона, у микрофона, чтобы он держался. Ладно, это шутка Итак Да, важный вопрос, правда, женщины? Деньги, пожалуйста Давайте с деньгами разберемся Вот есть женские деньги, есть мужские Вот женские деньги кому полезны? Женщине или мужчине? Только женщине полезны А вы уверены, что они и полезны? Не знаете? Говорят, что для мужчины женские деньги пропали Конечно Знаете почему? Потому что если он ваши деньги на себя потратит Вы это ему никогда не забудете Вы будете помнить всю жизнь Женщины, согласны? Вот ваши деньги Вы заработали Мои денежки Я заработал Он взял и потратил Да, женщина? А? Посчитал своими Посчитал своими А вы не можете забыть Ой, Господи Вы ложь и спать Как он мог вообще? Как он мог? Вот Горячие деньги Женщины, женские деньги горячие Женщина, когда много денег имеет своих Она сама заработала Ей это в семейной жизни помогает? Нет Нет, она думает о них Что же теперь делать? Я заработала много На совместное что-то не буду покупать Только мне Если мне более много буду покупать То тогда будет как-то странно Что же делать? Ему тем более Ничего покупать не буду Они такие проблемы доставляют Эти женские деньги Блин, она с ума сходит От них когда заработала Теперь мужские деньги Женщина потратила мужские деньги Он вспомнит? Нет, забыл сразу все Так? Мужские деньги легкие Женские горячие Мужские холодные Женщине так нравится Тратить мужские деньги Она обожает И так хорошо Она потратила А как мне хорошо А свои когда она тратит? Она переживает А вдруг не на то? Вдруг не так я их истрачу Я тогда их не будет Так? А мужские Легко Да? А если муж спрашивает Куда потратила? Обидно Очень Поэтому лучше бы Их вообще не было Этих женских денег Что это значит? Что это значит? Что значит? Потому что Противопротив Это значит Что он не понимает Опасность женской природы Ладно Хорошо Итак Чтобы муж Находился в зоне щедрости Для этого Нужно просто Показывать ему Всегда своим видом Что он прав Он не обязательно так считает? Нет Он что думаете Мужчина Хочет Чтобы вы так считали? Ему важно Чтобы вы Сказали Что он прав Согласились с ним? Нет У нас вот как Он говорит Я это А потом У кого-то Слышу И говорю Да Ты вдруг Прав Он уже Знает Смельца Конечно Мне нужен Кто-то Чтобы А я Вот Вот правильно Надо сразу Понять Сразу Мгновенно Вы хотите Вообще Чтобы был Мужик Рядом Знаете Когда у женщин Рядом Мужики Спокойно Становятся Знаете Об этом Вот Курица Бегает Они Постоянно Суетятся Петух Один раз Они Раз Все Встали Все Успокоились На Несколько Секунд А Если Курица С петухом Мело Дело Она Вообще Сидит А А Яичко Снесла Вообще Успокоилась Сидит Спокойно Вообще Проблем Вообще Нет Мужская Энергия Женщину Успокаивает Ей Спокойно Вот Муж Есть Какой Ни Был Спокойно Мужа Не Беспокойно Но Можно Еще И Счастливой Быть С Мужем Но Для Этого Надо Быть Разумным И Здесь Очень Важно Понять Женщине Что она всегда в жизни Получит свое с мужчиной Вот все получит, что ей надо Потому что разные интересы Мужчине надо Контролировать женщину Поэтому, говорит Вышла замуж То есть Контролировать Она должна быть подчинена мужчине Все остальное ее в жизни И больше ничего не надо Если она с ним согласна Тогда Ну допустим Простой парадоксальный пример Муж говорит Будем экономить копить Надо что сказать Да, мой хороший Все, он заходит в зону щедрости Он говорит Какая она классная Она подходит Говорит Ребеночку подгузочки Он говорит Конечно Нет проблем И потом Месяц прошел Нет быкова Да Потому что мужчина Он контролирует Концептуальную ситуацию Но В результате Кто Меньше денег тратит Потом За месяц Женщина Женщина Заги Гали Ну хорошо Я вам сейчас вопрос задам Мужское желание Забывается Забывается Или нет Женщина Мудрая Есть Женщина Мудрая Вот мужчина Чего-то хочет Он забудет Да Постепенно забудет Женское желание Забывается Нет Она будет Всегда хотеть Что она хочет Ее невозможно Ничего с ней сделать Поэтому Если женщину Замуж берешь Тебе надо понять У женщины Есть зона Горячих желаний Это опасная зона Для смены жизни Вообще И У каждой женщины Она не меняется В жизни Вообще никогда Вот У мужчины Опасная зона Это вредный привычек А у женщины То есть Вредные привычки Есть Очень трудно Мужчине От них уйти В жизни Он будет Всегда страдать Всю жизнь У женщины Зона Опасных Горячих желаний Что это за зона Одна Женщина Сильно хочет Чтоб дома Была собачка Вот вы Мужчина Думает Ну я Замуж Возьму Постепенно Собачку Уберем Он уберет Собачку Уберет Нет Нет Почему Потому что Она Уйдет Вместе С собачкой Женщина Я что-то Не так Говорю Так Теперь Она Допустим Другая Женщина Хочет С подружками Общаться По часу В день Зона Горячих Зла Она не Может Тут Ей надо С подружками Вот 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 Он Сможет Ей Запретить Нет Третья Хочет Украшения Чтоб У ней Были Она Перехочет Четвертой Нравится Платье Новое Чтоб Покупали Постоянно Она Перехочет Нет Нет Пятой Нравится Ездить На юг Переодичь Или вообще Куда-то Ездить Надо Намыливаться И куда-то Ехать Хорошо Теперь Может быть Я что-то Не придумываю Давайте Разбираться Кому Женщин Хочется До безумия Чтоб Дома Была Собачка Или кошечка И вы Не сможете Без этого Поднимать Руки Вот Видите Я не Придумываю Дальше Кому Хочется С подружками Общаться Так Что С ума Сходите Пожалуйста Поднимают Руки Кому Нравится Украшение Сильно Хотите Украшение Что-то Вам Все Хотите Остальные Ничего Не хотят Кому-то Есть Женщина Которой Хочется Побыть Одной И Она С ума Сходит Если Она Не Одна Вот Дальше И У нас Еще Бывают Желания Безучек Путешествовать Кто Женщина Путешествует Все Кому Хочется Сладостей С ума Скрыть Кому Хочется Детишек Ну И Так Далее То есть Женская Природа Вот Так У нее Есть Безудержные Желания У Мужчины Есть Цель Каждый Мужчина Име Цель Жене Ему Надо К чему-то Стремиться Если Мужчина Ни Чему Не Стремиться Значит Он Умирает Теряет Жизнь Разрушает Свою Жизнь Мужское Рождение Для достижения Цели Существует Если Женщина Не поддерживает Цель Мужчины Он Считает Что она Его любит Или нет Нет Понимаете Женщину Теперь Вот Женщина Разделите В своих Мозгах Согласие И ваше Мнение Вот Допустим Мужчина Говорит Будем Экономить Вы Говорите Да Мой Хороший Ему Ваше Мнение Нужно Нет Вы Это Поняли Или Нет Ему Нужно Согласие Потому что Это Значит Что Вы Его Любите Вот Он Так Смотрит На вас Любите Или Нет Допустим Он Говорит Он Допустим Стал Допустим Залез На Суд Стал Петухом И Кукарекает Допустим Провозглашает Какую-то Истину Начинает Толкать Демагогию Да 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 Что-то Рассказывает Свою По понятиям Там Как Женщина Должна В это Время Вся Вести Слушайте Даму И Фюр Ну Вы Так Себе Ведете Да Молодец Не Всегда Ну Надо Как Надо Даму Хорошую Да А Если Перебиваешь Хватит Не Надо Перебивать Вот Соглашайтесь Да Молодец Все Да И Дальше Он куда Входит В зону Щедрости Дальше Он совсем Согласен Вас Любит Все Позволяет Вам Потому что Вы Доказали Ему Что Вы Его Любите Теперь Откуда Появляются Любовницы Это Вот С кем То Я сегодня Говорил Ага Любовницы Появляются Когда Женщина Не Дает Мужчине Возможности Пользоваться Энергией Своей Красоты Но Чтобы Мужчина Увидел Красоту Женщины Он Должен Увидеть Что Она Ему Подчинена Если Она Ему Не Подчинена То Она Не Передает Красоту Когда Женщина Не Передает Красоту Мужчина Не Хватает Энергии Красоты Он Ступает Дефицит Сильный И Потом Этот Дефицит Чувствуют Другие Женщины Потому Что Это Очень Сильно У него Происходит Сильное Реагирование Когда Энергии Красоты Не Хватает Мужчине Он Реагирует А Женщины Все Рыбачат Женщина Если Не Замужем Она Как Рыбачит Она Смотрит Туда Сюда Свою Красоту Распространяет И Потом Раз Увидел Он Как Раз Среагировал Она Сразу Изучает Женатый Неженатый Сколько Зарабатывает Какой Характер Есть Вредные Привычки Или Нет А Сразу Начинает Наводить Справки На него Так Или Нет Он Ей Чтобы Наводить Справки И Надо Знакомиться С ним Или Нет Нет Ей Достаточно Что Он Реагирует На Нее Все Значит Она Наводит Справки И Она Уже Его Считает Своим Это Мой Человек Это Наша Корова И Мы Ее Доим И Теперь Вам Расскажу Как Женщина Такая Воспринимает Жену Этого Человека Анекдот Простой Детский Петька Пришел К новой Шубе Борис Иванович Говорит Откуда Шубу Взял На Улице Нашел Ну Пойдем Покажем Где Там Такие Шубы Валяются На Улице Пришел Смотрит Мужик Лежит Раздетый Пьяный На Земле Вот Здесь Говорит Нашел Вот Прямо Здесь На Этом Мужике Что Лежит Он Говорит Да Он Запутался В этой Шубе Я Еле Распутал Ну То есть Это Женщина Которая Видит Что Ее Любит Человек Искренне Считает Абсолютно Убеждена Что Вот Его Жена Запуталась В Ее Шубе Вместе С Ее Детьми У Каждой Женщины Так Это Срабатывает Мои Дорогие Ничего Не Сделаешь С Этим Вообще Так Работает Психика Вот Если Ее Любит Человек Значит Это Ее Человек Все Она Не Считает Что Может Быть Как То Иначе Ей Только Одну Вещь Надо Только Одну Вещь Теперь Надо Когда Он Смотрит На Нее Ей Нужна Только Одна Вещь Какая Жечь Что Она Хочет Теперь Нет Она Хочет Чтоб Он Ей Доказал Что Он Ее Любит Потому Что У Ей Есть Сомнения Он Смотрит Но Она Еще Сомневается И Когда Он Начинает Там На Коленях Вставать Цветы Долить Я Тебя Люблю Ты Моя Дорогая Она Долгое Время Думает Потом Говорит У тебя Есть Жена С Ребенком Он Говорит Нет Мы Не Хочется И Хочется Верить И Она На Эта Лапши Когда Навешивают Много Она Убеждена Что Он Никогда Не Любил Там Несчастный Надо Ему Помочь В 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 Помнится И Муж Бросает Жену Чтобы Вот Этот Порочный Сук Рук Не Существовал Женщины Должны Знать Как Сделать Так Чтобы Мужчина Не Было Нехватки Энергии Любви Эта Нехватка Происходит Если Женщина Неверна Мужу Верность Не Означает Измена Там Физическая Верность Означает Подчинение Если Женщина Считает Что Муж Прав Согласна С ним Тогда В него Идет Ее Энергия Любви Красоты Он Ее Вид Считает Красивой Вот Женщина Когда Вот Так Смотрит На Муж Тогда Она Красивая А Если Она Как То По Другому Смотрит Она Некрасивая Мужчина Я Что Не Так Говорю Все Правильно Все Правильно Вы Теряете Мужиков Потому Что У вас Нет Мудрости Ему Ведь Не Нужно Ваше Мнение Ему Нужно Чтобы Вы Подчинялись Слушались Вот Допустим Вы Ребенку Говорит Пойдем Делать Уроки Вам Вообще Нужно Его Мнение Хочет Он Делать Или Нет Вам Надо Чтоб Он Вас Слушался Шел И Делал Так Ведь То Жем Женщина Тоже Если Не Слушается Значит Не Любит Слушается Значит Любит Все Вот Так Мужчина Работает Систем Если Она Любит Значит Я Вхожу В Жену Щедрости Мне Легко Ей Зарабатывать Деньги Легко Для нее Жить Я ее Не Брошу Ответственность У мужчины Тоже Рождается Только По отношению К той Женщине Которая Его Любит А Любит Означает Считает Его Правым Уважает Уважение К Женщине Что Значит Считать Ее Хорошей Вот Она Капризна Все равно Хорошей Она Мозг Вынесла Все равно Хорошей Так Если Она Хорошая Значит Любимая Если Она Видит Что Муж Считает Что Хорошая Значит Любит Если Считает Что Не Хорошая Значит Не Любит Так Или Нет Закрыть Хотите Ну Закройте Закройте Воздух Воздух Хватает Есть Воздух А Есть Температура Бывает Прана Не Хватает Душно Становится Бывает Душно Холодно Одновременно Тогда Патая Ситуация Так Мы С вами Говорим О конфликтах Я Говорю Какие-то Простые Элементарные Вещи Которые Люди В основном Не делают Из этих Простых Вещей Они Разрушают Свою Семь Какие-то Простые Вещи Я Не буду Сложность Какие-то Говорить Вот Надо Простые Вещи Энергии Нет Нет Отношений Сидим Просто Отморожены Или Сидим Задерганы Или Сидим В пессимизме Нет Любви Разочаровались Друг Друг Это Просто Энергетические Вещи Вы Там Философски Как угодно Это Обмусоливайте Там Мы Не Любили Никогда Друг Друга Мы Такие Несовместимые А Просто Пошли В бассейне Поплавали Вместе Стали Совместимым Все Погуляли В парке Вместе Стали Совместимым Дальше Следующее Мы Не Понимаем Друг Друг Следующая Тема Непонимание Человека Есть Правила Которые Надо Соблюдать Иначе Будет Конфликт Потому Что Через Природу Нельзя Перепрыгивать Когда Женщина Рождается Она Рождается Для того Чтобы Ее Все Считали Хорошей Потому Что Если Она Плохая Ее Никто Не Будет Любить Любит Только Хороших Людей Плохих Никто Не Любит Поэтому Ей Надо Быть Хорошей Иначе Цель Жизни Не Выполняется Поэтому Она Всему Улыбается Всегда Всего Ведет Если Что Спросить Да 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 То есть Женщины Всегда Хотят Быть Хорошей Потому Что Иначе Нет Любви Нет Жизни Женщина Рождается Для Любви Для Отношений Мужчина Одинокая Больная Не Все Разрушится В жизни Женщина Не Должна Считать Что Она Плохая Иначе Не Все Просто Облетит Нафиг В жизни Если Мужчина Считает Что Он Неудачник Если Мужчина Считает Вот Он Уверен Что Он Неудачник Ему Доказали То Его Жизнь Закончена Потому Что Ему Незачем Жить Женщина Живет Для Гармонии Для Любви Плохой Человек Не Может Любить Поэтому Если Яна Считает Что Она Плохая Незачем Жить Дальше Если Мужчина Считает Что Он Неудачник Незачем Жить Все То есть Какая Любовь Какие Отношения Он Просто Будет Спиваться Как Мужчина Убивает Себя Пистолет К виску Так Мало Кто Себя Убивает Как Мужчина Себя Убивает Пьет Наркотики Иногда Или Гулять Начинает Жестко По бабам Вот Так Мужчина Себя Убивает Три Варианта Основные Ну Четыре Там Еще Могут Быть Азартные Игры В основном Пьянство Самый Основной Вариант Причина Человек Пьет Мужчина Отчего Пьет Мужчина Нет Любви Надо Забыться Должен Получить Успокоение Он Входит В отчаяние Когда он Чувствует Что его Не считают Что он Как бы Способен Может Мужчина Часто Еще Страдает От Тяжелых Болезней И Перенапряжения Мужчина Знаете Вот он Сильно Устал Когда И говорит Я Очень Сильно Устал Женщины Можете Ничего Мне Не Отвечать Вы Просто Продиагностируйте Себя У вас В сердце Возникает Чувство Жалости Или Вам Нравится Хорошо Что он Устал Нравится Что он Устал Мужчина Он Не знает Об этом Говорит Я Устал Женщине Нравится Мои Хорошие Все Надо Открыть Потому Что Воздух Быстро Встала Не хватает Хотя Бы На Проветрение Поставьте Чуть Чуть Потому Что Вентиляции Не хватает Никогда Не хватает На Проветрение Просто И еще Одно Окошечко Может Там С той С той С той Не Закрывайте Полностью Иначе Будет Задыхаться Залночная Все Вот Пошел Воздух Спасибо Сейчас Расскажу Вам Еще Один Детский Анекдот Кот Только Лучше Попадет В реанимацию И он Сам Не Заметит Как Это Произойдет Он Будет Работать Больше Потому Что Надо Семье Вы Ему Докажете Что Это Очень Сильно Надо Он Будет Работать Результат Какой У вас Любовь Семье Будет Он Будет Переходить Домой Перенапряженный Если Муж Приходит Перенапряженный Это Ваше Желание Его Заставляет Ваше Желание Не Его Потому Что Ему Это Считали Сильным Ответственным Это Его Цель Вот Если Женщина Его Оценивает Как Был Такой Мультик Детский Советский Мультик Чивлия Называется Там Чив Чивлия Воробей И Воробьиха Да Про Воробьев Помните Вот Что Значит Чив Чивлия Чивлия Чив Означает Начальник На английском Чивлия И она Говорит Чив Ты Чив Это Вот Об этом Чивлия То есть Я Начальник Или Нет Мужчина Всегда Женщину Спрашивает Каждую Секунду И она Что Должна Говорит Начальник Все Хорошо А как Куда По Другому Если Обречение Желоплощади В Красной Зоне Женщины Просто Ублиять Да 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 Я вам Скажу Очень Просто Отвечу Вы Вот Насколько Вы Сильно Своё Желание Правильно Культивируете В семье Это Надо Изучать По Самочувствию Мужем Он Если Сказал Что Это Не за Одно Поколение Люди Наживает А ты Хочешь Ух Не важно Кто Что Сказал Важно Каким Он Приходит С работы Ну Хорошо Каким Он Встает Из Компьютера Вот Если Он Встает И У него Нет Сил На Вас На Любовь На Отношения У него Нет Он Переутомляется Значит Значит Надо Успокоиться Иначе Развалится Ваша Семья Или Он Попадет В реанимацию А Это Еще Хуже Будет Потому Что Если Вы Сломаете Мужика Он Будет Инвалидом А Инвалид Вам Нужен? Нет Я Не ломаю Не виноватый Я Он Сам Пришел Конечно Вы Не Настаиваете Я Об этом И Говорю Регулируйте Свои Желания Если Хотите Сохранить Семью Регулируйте Свои Желания Потому Что Это Невидимая Проблема Для Женщин Женщина Когда Слишком Много Хочет То Ей Надо Посмотреть Сказку О Рыбаке И Рыбке Результат Какой Все Назад Вернул Это Еще Хорошо Что У Ней Мужик Не Свалил С Золотой Рыбки Ну Это Еще Опаснее Она Говорит Ну Нафиг Ты Мне Нужен Это Я Сама Доработал Парфон Вон Блин Это Очень Опасно Тоже Поэтому Женщина Всегда Должна Свои Желания Сорезмерять Судьбой Мужа Вот Сколько По судьбе Положено Столько И Хорошо Надо Быть Скромной Чуть Чуть Хотя Б Иначе Или Он Бросает Или Перенапрягается Это Это Сложная Тема Для Женщины И Вы Должны Когда Муж Приходит Очень Уставший Вы Должны Ломить Себя На Мысли Что Я Его Убиваю Когда Чувствую Что Это Классно Что Он Устал Я Его Убиваю Надо Просто Отметить Для Себя Эту Мысль Точно Так Ж Когда Мужчина Лишнего Секса От Женщины Плоть Просит Когда Он Ее Начинает Насиловать Он Тоже Ее Убивает Ее Любовь Тоже Потому Что Она Чувствует Что Ее Используют Начинает Постепенно Терять Счастье В отношениях С ним И Противно С ним Становится Она Чувствует Неприязнь И так далее Это постепенно Развивается Поэтому Мужчина Насилует Женщину Половых Отношений Женщина Насилует Мужчину В желаниях Своих Насилие Это То Что Создает Конфликт Разрушает Отношения Поэтому Надо Быть Очень Осторожным В этом Вопросе У нас Когда Во сколько Лекция Должна Закончиться Через Полчаса Итак Мы с вами Много Чего Обсудили Я Сейчас Хочу Поговорить С вами О очень Важном Мероприятии У нас Третья тема Мы еще не говорили Часть затронули Вот эта Зона Конфликтов Это Нехватка Энергии Другая Это Непонимание Друг друга Мы продолжим Завтра И третья Это Духовная Составляющая Жизни Это Непонимание Цели Человеческой Жизни Тоже Вызывает Конфликт И это Тоже Серьезная Проблема Люди Вообще Ничего Чаще Всего Они Не знают Многие Люди Когда Я Сюда Приш Ну Поехал Очень сильно Просили Меня Провести Ретрит Победы Над судьбой На третий День Поднимите Кто Сильно Хочет Ру Да Но остальные Просто не знают Что это Такое Я сейчас Поэтому Немножко Объясню Есть Определенная Методология Как побеждать Судьбу Все вопросы Решать То есть Как Сделать Так Чтобы Близкий Человек Вернулся Чтобы Допустим Сейчас У многих На войне Воюют Родственники Как Сделать Так Чтобы Они Остались Живы Это Реально Работает Это Не Шутка И так Далее Есть Много Много Чего Достигается С помощью Молитвы Но Большинство Людей Не знают Как Настраиваться Как Делать Так Чтоб Молитва Работала И поэтому Я провожу Эти ретриты Победа над Судьбой У нас Там Примерно 40 минут Идет Настройка Я Рассказываю Что Надо Делать Потом 65 минут Идет Сам Ретрит То есть Люди Стают Возле Стеночек Или Сидят То есть Надо Не Двигаться 65 Минут И Повторяют Молитву Аллилуйя Звучит Хор Я Настраиваю Людей Как Надо Настраиваться На Звук Чтобы Концентрация Была И потом Дальше Разбор Полетов Это Очень Важная Практика Если Вы Никогда В жизни Не Делали Не Понимаете Как Это Делать То Вы Очень Много Теряете В своей Жизни Потому Что Есть Реальные Способы С помощью Именно Молитвы Решать Вопрос В жизни Когда Уже Других Возможностей Нет Поэтому Последний День У нас Будет Субботу У нас Будет Ретрит Побед Над Судьбой И Это Не В этом Зале Потому Что Здесь Нельзя Так Громко Повторять Аллилуйя Мы Будем В другом Зале Это Делать И Поэтому Я Вас Всех Приглашаю На Этот А сейчас Вот Потому Что Я Рассказал Вам Вот Честно Прямо Если Вам Что То Непонятно Задавайте Вопрос Поднимайте Ручки Именно По теме Лекции Ваш Вопрос Вопрос Я Вам Отвечу Вам Очень Покравится Ответ Первый Вариант Это Эмердженции Знаешь Что такое Эмердженции Означает Срочная Необходимость Скорая Помощь Ну то есть Есть Ситуации Когда Нужно Срочно Потратить На что-то Важное Деньги И Женщина Это Очень Хорошо Понимает И Она Может Сама По своему Желанию Выбрать Эту Зону Где Срочно Надо Что-то Например Какой-то Атрибут В квартире Улучшенный Холодильник Сиральную Машину Еще Что-то Она С удовольствием Купит И Будет Счастливой Вот Второй Вариант Это Конечно Ж Сладости Женщина Может На мелкие Расходы Тратить Свои Деньги Там Когда И хочет Торти Купить Она Может Не обязательно Даже Просить У мужа Она Просто Тратит На свои И Счастливо Кушает Это Торти Вот Но Самый Лучший Вариант Который Любую Женщину Устроит Который Принесет Ей Счастье Это Откладывать Деньги На Увлечение Жилплощади Своей Классно Классно Не 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 Просто Вы Откладываете Копите Деньги На Черный День Себе Потому Что Женщина Она Очень Сильно Боится Будущего Женщина Есть Страх Перед Будущим Она Боится Остаться Одна Боится Что Не Хватит Еще Чего И Когда Денежки Копятся Спокойно Она Чувствует Да Чувствует Что У нее Все Нормально Но Это В том Случа Если Муж Зарабатывает Нормально И Она Тоже Работает А Если Муж Ненормально Зарабатывает И Не Хватает Семь Е Тогда Извиняюсь Придется Делиться Придется Работать И Это Конечно Накладывает Осадочек Отпечаточек Такой Потому Что У Женщины Есть Две Силы Одна Называется Благословляющая Сила Это Огромная Энергия Которая Живет Женщине Женщины В основном Ее Не Знают Эта Сила Действует Только Через Согласие С мужем Если Женщина Это Знание Получила Полностью Что Никаких Правотевречий С моими Желаниями Нет Если Я Мужу Сказал Ты Во всем Прав Ты Старший Я Подчинена Тебе Если Она Так Себ Ведет Она Все Равно Все Получит Жизни И Тогда Она При Этом Еще Вкладывается Так Мужа Что Он Станет Сильным Будет Хорошо Зарабатывать Потому Что Сильным Мужчину Делает Только Женщина Больше Никто Его Не Сделать Сильным Или Мать Или Жена Даже Дочь Может Верить В свою Папу И Он Станет Сильным И С И Второй Вариант Если Женщины Не хватает энергии Вот Внутренней Уважать Мужа Так Сильно Чтобы Он Много Зарабатывал Тогда Она Начинает Неправильно Себя И Начинает Работать Сама Вообще Женщина Должна Работать Для Того Чтобы Социально Развиваться Она Должна Просто Что Делать Для Общества Потому Что Ей Хочется Жить Ей Не Хочется Только Норки Сидеть И Не Высовываться У Женщина От этого Депрессняк Наступает И Надо Тоже Чтобы Ее Видели Любили Все Радовались Ей Ей Нужно Отношение Поэтому Она Работает Это Одна Из Форм Проявлений Себя Потому Что В Воевали Там Это Все Дел А Сейчас Женщине Трудно Себя Реализовать Потому Что Социум Нет Единства Нет Общин Таких Общинного Мышления Какого Где Женщины Сильно Проявляли Себе Сейчас Только На работе Люди Себя Проявляют Поэтому Женщине Куда Деваться И Надо Работать Работа Дает Деньги Надо Их Копить Если Есть Необходимость Женщина Сама Решает Есть Один Простой Способ Решить Что Делать Женскими Деньгами Если Вы Сами Решаете Что То У вас Не Будет Угрызения Совести Вот Сами Вы Решили Что Я Хочу На Это Поправить Все Проблем Нет Это Решение Вопрос Вторая Сила Какая Жизнь Благословляющая А вторая Это Достигающая Достигающая Сила У женщины Очень Слава Если Она Сама На Работу Идет Она Устает Ей Трудно Если Она Ради Денег Это Делает Конечно Ей Очень Умезительно Трудно Жить Но Если Она Это Делает Ради Удовольствия Работ Тогда Она Не Думает О Деньгах У Меня Допустим Жена Если Идет Тренинг Какой-то По Танцам Проводить Или Она Читает Лекции И Собираются Люди Получаются Деньги Ее Тошнит От одной Мысли Что Она Эти Деньги Возьмет Себе Сразу На добрые Дела Куда Ей Хочется Свои Деньги Отдавать Ей Очень Нравится Храм Отдавать Еще Как Женская Природа Работает Естественно Да Хорошо А если Допустим Такая ситуация Что Это Нередкость Да И женщина Может Больше Зарабатывать Или В какой-то момент Потом Больше Да В какой-то момент Женщина Может Больше Зарабатывать Да Ты Меньше Да И Это Не всегда Стабильно Потом Больше То есть Это Какая-то Потенциально Опасная Ситуация Да Да Это Потенциально Опасная Для Женщины Потому Что Если Женщина Больше Зарабатывает Ей При этом Надо Все Равно Считать Что Муж Главный Уважать Его Иначе Разрушается Сама Структура Любви И Когда Она Больше Зарабатывает Ей Очень Трудно Считать Его Что Он Главный Что Он Лучше Что Он Знает Она Начинает Капризничать Вместе С Деньгами У Женщины Приходит Разрушительная Сила Неудовлетворенности Мужем И Дальше Наступает Раскол Разлад Семьи Но А с точки Звенения Мужчины Как ему Справить Баланс То есть Надо же Выправлять Ситуацию Скажем Надо Сдохнуть Вот Смотрите Если У мужчины Мужчина Меньше Зарабатывает Надо Следует Знать Что Бывает Так Что Женщина Если Свою Благословляющую Силу в работу Пускает А не в мужа То тогда По ее судьбе Если она положена Быть богатой Она легко Зарабатывает Деньги Она может Женщина Может иногда Вот так Легко Зарабатывать Деньги И если Она легко Зарабатывает Деньги А мужчина Видит Что он Меньше Зарабатывает У нее Включается Программа Внутренняя Программа Которая Называется Сдохни Или умри Всего Два Варианта То есть Надо Перенапрячься Или сдохнуть Или умереть Сдохнуть Означает Не лечиться А умереть Означает Лечиться Получается В этой ситуации Только женщина Может решить Да Она ее создала И она ее Может решить Потому что Женщина Много Разрабатывает Только По одной Причине Ей не нужно Содержать Семью Ей не нужно Еще что-то Ей нужно Только Удовлетворять Свои Желания Если ради Этого Она начинает Очень много Зарабатывать Она разрушает Семью Или ей Надо Что-то Делать Со своими Желаниями Или Она Запускает Мужа В эту Программу Сдохни Любви Он Начинает Упахиваться Потому что У него Может быть Никогда Не получится Зарабатывать Столько Сколько Она Зарабатывает Молитва Помогает Всегда Потому что Молитва Это Энергия Бога А Бог Есть судьба Есть милость Если по судьбе Не положено Больше Жены Зарабатывать То есть Милость Которая Может Дать Возможность Но вообще Это проблема Женщины Потому что Женщина Свою энергию В мужа Должна Направлять И ей От этого Лучше Вот если Муж Зарабатывает Ей ничего Не надо Делать Она Чувствует Себя Прекрасно А если Она В него Не вложила То есть Не верит В него Не Не говорит Ты самый Лучший Сильный А просто Гнобит Его Критикует Постоянно Надсмехается Над ним То И зарабатывает При этом Много То она Из него Делает Котлеты Просто Спасибо За Делать Но если У вас Такая Жена То Нужно Исправлять Ситуацию По-доброму Не нужно Так Решать Типа Ай Теперь я Узнал Ответ Теперь Развод Девича Фамили Прощай Со Всех Вокзалов Поезда Уходят Дальние Края Прощай Прощай Мы Остаемся Навсегда Под Белым Небом Января Нет Нет Не так Всегда Когда близкий Человек Не прав Это Решается Добротой С помощью Знаний Помогать Близкому Человеку Решить Ситуацию Вдохновлять Его Но Вот Это Когда Мужчина Видит Что Женщина Зарабатывает Больше И он Хочет Пахивать Больше Вкалывать Больше Он Просто Не знает Как Приходит Успех В жизни Человек Деньги Больше Тех Которых Много Благочестия Благочестия Это Сила Добрых Дел Которые Ты Сделал Эта Сила Она Повышает Твой Социальный Уровень Потому Четвертый Считает Успех У них У них Работает Всего Две Энергии Одна Энергия Называется Жадность Или Желание Денег А вторая Энергия Это Желание Заботиться О людях Вот Когда Человек Сильно Хочет Денег У него Обе Эти Энергии Есть Если Человек Сильно Хочет Денег Он По Природе Щедрый Но Щедрый Означает Хочет Кормить Людей Помогать Им Чтобы У них Был Достаток Понимаете Природа Так Работает И Когда У человека Сильнее Жадность Денег Не Будет Потому Что От Него Чувствуют Все Насилие Когда Пытаются У него Чего-то Покупать То Если Человек Хочет Денег Он Будет Торговать Это Торговля Или Бизнес Вот Если Люди Чувствуют От Его Бизнеса Насилие Они Не Будут Покупать А Если Они Чувствуют Пользу Тогда Они Будут Покупать И Вот Польза Всегда Приходит От Желания Человека Заботиться Вот Допустим Приходишь В магазин Компьютерной Техники Одни Тебе Втуляют Компьютер А Другие Говорят Давай Я Тебе Помогу Купить Вплоть До Того Что Даже Другой Магазин Ведет И Помогает Купить И Ты Душ Нифигасики И У него Будет Продаж Больше Сразу Может Быть Нет А Потом Точно Понимаете То есть У него Щедрость Больше Он Просто Хочет Людям Помогать Но При Этом Цель То Его Все Равно Деньги Но У него Нравится Людям Помогать И Вот Чтобы Жадность Уничтожить И Щедрость Увеличить Люди Кормят Нищих Птичек Помогают Кому Заботятся Потому Что В процессе Этого У тебя Увеличивается Щедрость Уменьшается Жадность То же самое Власть Там Тоже Тве Силы Одна Сила Ты Подчиняешь Своей воле Эксплуатируешь Людей А вторая Заботишься О них Допустим Один У меня Руководитель Спросил Олег Геннадьевич А Вот У меня Такая Проблема Если Людям Больше Денег Нагдавать Они Наглеют А если Меньше Денег Звереют Че делать У него Правда Он не понимает Че делать Я говорю Вопрос Управления Людьми Не находится В сфере Денег А находится В сфере Твоей Защиты Этих Людей Он говорит А поясните Я говорю Ну вот Очень просто Человек Заболел Ты приходишь К нему Домой Никому Ничего Не говоришь Говоришь У меня Есть Врач Хороший Я сам Оплачиваю Лечение Никому Ничего Не говори Я хочу Тебе Просто Помочь Ты Очень Хороший Сотрудник Все Вот Один поступок И потом Много лет Человек Будет Работать Здесь И Ну И он Не будет Мотивирован Деньгами Он будет Мотивирован Отношениями Чувством Защиты Понимаете Уважение К человеку Интерес Его Жизнью Желание Помочь Не дать Ему Сесть В тюрьму И так далее Включать Связи Спасать Человек Помогать И тогда Человек Все Мотивация Деньгами Заканчивается Мотивация Остается Приведу Пример Человек Допустим Говорит Я Да Сейчас Заканчиваю Да Да Я понимаю Я Говорит Не ухожу С этого Предприятия Хоть там Мало Пратят Мне там Очень нравится Мне там Комфортно Меня там Любят И там Стабильно Я знаю Что там Меня не Выгонят Согласны Такое Есть Такое Понятие Ну и Слава Означает Быть полезным Деньги Означают Помогать Людям Власть Означает Интересоваться Людми Защищать И Слава Означает Быть полезным Делать Какую-то Пользу Конечно Бывает Добрая Польза Бывает Греховная Допустим Есть такие Люди Очень известные Которые Создали Блоги В которых Они Задницу Из дупла Показывают Или там Допустим В павлиних Перьях Сражаются Там Друг с Другом Или Еще Какую-нибудь Хрень Показывают Люди Просто Угорают Ружут И поэтому Большая Посещаемость Как вы думаете За эту Славу Человек Получает Деньги Через Декламу Как вы думаете Он пойдет Наверх Или вниз Какой результат Будет Ват Почему Потому что Человек Греховные Желания Разжигают У людей Сердце Не Что-то Хорошее А так же Как на водке Зарабатывает Допустим То же самое Спасибо вам Всем большое Я желаю Вам всем Мира Счастья Любви Здоровья Всего Самого Света В вашей жизни Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры